Мам, привет! Аня, сестра, я эту победу посвящаю вам. Я вас люблю очень. Спасибо, что за меня переживаете. Люблю, целую. Просто... Ровно 4 месяца столько прошло с датой последнего официального матча нашей команды. И вот, наконец, Мешков Брест вернулся в игру. Минувшие выходные в Пинске на базе местного университета состоялся перенесенный в финал четырех Кубка Белоруссии. На церемонии открытия мешковцы получили золотые медали прошедшего чемпионата, который не был доигран из-за пандемии. Заодно нашли своих обладателей и призы лучшим гонболистам. В символическую сборную попали 4 представителя Бреста. Иван Мацкевич, Андрей Юринок, Александр Шкуринский и Никита Вайлупов. Уже через пару часов после награждения мешковцы сошлись в полуфинале с Гомелем, который недавно возглавил Андрей Мочилов. Лучший бомбардир в истории БГК. Это был его дебютный матч в качестве главного тренера взрослой команды. Впрочем, Андрей Владимирович признался, что особой значимости поединку со старыми друзьями не придавал. Ты знаешь, обычные чувства. Я не скажу, что я там волновался или что-то у меня внутри трепетало. Обычно играю честно, без каких-то кивоков. Со всеми повидался, пообщался. Единственное, что так все быстро, на ходу, скомкано. Сейчас после игры, я думаю, пообщаемся больше. На первых порах подопечные Мочилова очень старались, но вскоре класс Брещан все-таки взял верх. В итоге мешковцы пропустили лишь 20 мячей, в то время как забросили 33. Готовился, разбирал команду, зная ее какие-то сильные и слабые стороны. И пытался донести до ребят эти все вещи. Многое поняли. Но сегодня Пешич, скажем так, проявил одни из лучших своих качеств. Мы знаем, как он может стоять. И сегодня он отстоял, я думаю, процентов 50, наверное, это не больше, отбил. В другом полуфинале столичный СКА разобрался с Машекой. Таким образом, уже в августе случилась первая гонбольная классика нового сезона. И выдалось оно эмоциональным, особенно концовка. Хотя большую часть времени мешков Брест уверенно контролировал игру и удерживал преимущество в 3-4 мяча. Возможно, все так и завершилось бы, но Арагуле Алонсо пришлось часто использовать ротацию. Иван Мацкевич, стаж с Кубе и Вячеслав Шумак вышли на финал с повреждениями. Шумак и вовсе играл со сломанным на ноге пальцем. И в последние 5 минут у команды немного сбился ритм. Болельщикам пришлось поволноваться. Знали, что у СКА очень молодая команда, которая играет раскрепощенно, без страха. Однако мы начали хорошо и в дальнейшем полностью доминировали. Отлично оборонялись, использовали свои шансы в атаке. А затем вдруг совершили несколько ошибок и это вернуло соперника в игру. Но мы еще в процессе подготовки к сезону. Где-то через 2 недели рассчитываем быть в оптимальной форме. На финише мешковцы не дрогнули и сохранили минимальный перевес 26-25. В 12-й раз Кубок Беларуси отправился в Брест. И эту радость команда разделила с болельщиками, которые приехали в Пинск поддержать своих любимцев. Я очень рад за ребят, за мешков Брест, за болельщиков. Спасибо им. Выигрыш трофея – это всегда особенный момент. Сегодня мы счастливы. Кубок возвращается в Брест. Я очень рад, что выиграли. Спасибо нашим болельщикам, что приехали сюда. А про игры. Очень тяжелая игра. Конечно, в финале Кубока СКА хорошая команда, молодая. Они хотят, конечно, выиграть. Яко Малус был признан лучшим игроком в составе БГК. А лучшим бомбардиром в финале четырех стал Никита Вайлупов. Гомеле он забросил 10 мячей, а в ворота СКА отправил 11. Мы в общем, не я конкретно, мы в общем-то команда в правильном направлении. Потому что многие замечают и отметили только меня, что у меня 21-22 гола за два матча. Такой результат складывается только при помощи партнеров. Без них никуда. Кто-то зарабатывает 7 метров, я его бросаю и завершаю. Кто-то отдает мне голевой пас, опять же, я завершаю. То есть голы мои такие же, как и партнеры. Недавно наш клуб был переименован и теперь носит фамилию семьи Мешковых. Основателя гонбола на Брещене, заслуженного тренера Республики Беларусь Анатолия Петровича и его супруги Аделаиды Константиновны, руководившей клубом на протяжении 17 лет. Первый же официальный старт под новым названием оказался для команды успешным. Уверены, впереди у БГК Мешков-Брест еще много громких побед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок